Здесь пошла посылка, написано геодер, буду смотреть, что там, я подозреваю, что там такое, но будем говорить, чтобы интереснее было. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Показать, как они горят. Я, наверное, пересчитать их не буду, потому что очень много я устану считать, или их тут действительно тысяча, где не обманул меня продать. Там что-то 75 мм вроде бы было написано, но это их предел, чтобы они будут на таком токе неоффективно работать. Так, там 25 мА было написано. 25 мА – это их норма, наверное. Включаю светло-питание на 12 вольт, но там он где-то 15 вольт на холостом ходе. И беру какой-нибудь регистр ограничивающий ток. Вот этот 500 Ом есть у меня, но, наверное, многовато. Нужно 500 Ом по калькулятору, если посчитать, так это будет сколько там миллиампер. Ну, сейчас посчитаю. Совсем различаться считать. На компьютере посчитаю. Как раз малышкопа завела этот вольт. Ну, 2 вольта сбросит, потому что 2 вольта сюда-сюда употребляет. Так, там, потом будет не 15 вольт, а 13 вольт. Делить на 500 Ом. Какой ток будет? Будет 0,26. Как раз будет 2,8 мА. Значит, в самый раз будет 500 Ом в резисторах. Для такого напряжения. Где я его положил. Буду подключать. Вот тут. Вот искрит есть ток. Минусы. А, тут. Тут, я думаю, тут вот это по длине ножка. Но я думаю, что вот этот минус. Потому что тут он идёт от этого ширшего. Которого я буду тут минус подключать. А тут плюс. Он горит. Такой как бы оранжевый горит. Не совсем жёлтый. Ну, я на глаз вижу, что он какой-то оранжевый. Может, если через тело пропускаю, тоже горит. Вот через мой палец. Ну, один конец вот беру за плюс. Второй вот пальцем. Он горит. Такой маленький ток. Мой палец где-то до сопротивления где-то 70 кВт. Резистор греется. Ух ты. Вот даже через вторую руку горит. Вот этой рукой держу тут вот. Отпускаю. Тут на камере я вижу, что он такой как бы больше жёлтый. Но на глаз я вижу, что он такой чуть ли не оранжевый. Там, может, и написано какая длина волны. Но я не очень разбираюсь. Может, не совсем то, что надо прикупил. Я хотел, чтобы он чисто жёлтый был. А резистор греется даже. Вот там он немного употребляет. 25 миллиампер. Но для него это 26 миллиампер умножить теперь на 13 вольт. Это получится 0,3 ватта. Поэтому он и греется. А на самом диоде 2,2 вольта умножить на 0,026. Получится 0,0572 ватта. Теперь я вот с этим прибором, наверное, по меру сколько точно он будет потреблять. Вот ставлю на миллиамперы. Сколько точно он будет миллиампер потреблять, мне интересно. Потребляю 23,69. Ещё 23,79 уже. Ну вот, теперь 20. Ну это сети напряжения. Сети напряжения меняются, поэтому итог меняется. Видимо прыгает. Попробую тут заснять. Вот. 23,69 миллиампер. Вот. От этой сети напряжения прыгает, поэтому видимо прыгает. Нормально. Вот. Вот. Нормально. Я не купил эти светодиоды, потому что эти лампы светодиодные используют люминофор. И я читал вообще-то с течением времени этот люминофор будет деградировать. И то есть они будут деградировать. Стало не сильно, но будет их яркость падать. А вот эти, которые излучают чисто волну без никаких люминофоров, так у них не будет ничего деградировать. Потому что у них нет никакого люминофора. Они, я думаю, что вечное можно сказать. Но я не по этой причине их покупал. Потому что этот люминофор я предполагал, что он там ультрафиолетовый. И когда этот люминофор стерется, то он будет исключать там много ультрафиолетовых лучей. И так можно эти люми попортить и зрение, и там еще здоровье попортить. Но я тогда еще не знал, что некоторые светодиоды используют не ультрафиолетовые лучи, а синие лучи. Например, тепло-белые светодиоды используют синие лучи. А полудные белые используются отрибалетными. Если любые светодиоды используются отрибалетными. Потому что... Но на самом деле какие они там используют, лучше так и не понятно. Там никак не узнаешь. Поэтому для безопасности я подумал лучше самому сделать эндодиодную лампу. И будет она без никаких вредных излучений. Вот собрал лампу. 16 светодиодов. Я в целях эксперимента как первая лампа. Так что вдруг если что-то не перегорит, так что потом не так жалко было труда. Так как первую лампу я сделал на 16 светодиодов как пробную. Вдруг что-то не так будет. И для видео я не мерил какой ток потребляет. Сколько ватт я заизолировал. Потому что измерительный примор в другом месте. Я поставил последовательно 330 микрофарад конденсатор. Стоял 33 нФ. Стоял 540 нФ. Старый ламп. Я на всякий случай, чтобы не загорел и поставил такой. И еще там 550 Ом резистор стоит. Там он стоял, я к нему и подключил. Вот теперь включу его и в эту лампу выкручу. Потом еще поверх нужно изолентой пройтись. Но потому что кажется, что слишком малый ток потребления. На ней на всю мощность работает. Тогда еще придется подобрать конденсатор. Либо допаять светодиодов и подобрать. И переделать. В общем не нужно было так сильно эпизолировать. Но я ради видео, чтобы это уже как бы был близок окончательному варианту. Это так сильно эпизолировал. Такой вот стеколь очень маленький. Обязновато вкручивать. Совсем тут удачный эксперимент. Вот наряд. Слабо гает. Наверное конденсат очень слабый. Наверное конденсат очень слабый. светодиодов это ток должен получиться и какая мощность 16 умножить на 2 равно 32 вольта и умножить на 0,026 должно потреблять 0,8332 ватт возле измерительного прибора потребляет 0,1 ватт 0,2 ампер вообще где-то 0 ватт потребляет очень мало так что тот конденсатор он слишком маленький 33 нафарада может который стоял бы был и хороший